Всем привет! Мы с моей женой и нашей собакой переехали в Аргентину и уже успели получить вид на жительство в этой прекрасной стране. И в следующем видео мы подведем итоги о прожитых 7 месяцах здесь, в Буэнос-Айресе. Если тебе интересно узнать, как мы получали вид на жительство, то обязательно подписывайся на наш канал и оставляй комментарий о том, что ты хочешь увидеть это видео. Ну а мы начинаем! Как вы видите, по заднему плану мы сейчас находимся в Пинамар. В этом видео мы вам покажем этот прекрасный город. Он просто волшебный, здесь супер классные домики, здесь очень классная туристическая такая атмосфера. Даже немного захотелось остаться здесь на подольше, но у нас дела в Буэнос-Айресе, поэтому мы вынуждены вернуться. А вам рекомендую не переключаться и посмотреть эти пешие прогулки. Субтитры сделал DimaTorzok Аргентинцы везде с собой на отдых берут палатки. И это не значит, что они в этих палатках будут здесь ночевать. Они просто берут их для комфорта, для того, чтобы спрятаться от тени, для того, чтобы не сгореть, как сгорел я и моя жена. Хотя моя жена не так сильно сгорела, как я. Но вот я вчера 10-15 минут посидел на пляже без крема для загара, от загара точнее, и все, я сгорел. Огромное количество народа, когда мы были в Бразилии, мы такого количества не видели. Сейчас мы приближаемся к береговой линии, и здесь сразу видно, что океан холодный. По тому количеству людей, которые находятся в нем, и насколько глубоко оно пытается зайти. В основном дети купаются, взрослые заходят по коленам, может быть, чуть больше. Вот. Ну и в Бразилии я видел больше красивых тел, вот, больше красивых задниц и всего остального. Здесь, конечно, все выглядит совершенно иначе. Сегодня я попробую искупаться. Вчера, повторюсь, вода была очень холодная, я этого не сделал. Вот, попробую сегодня. Сейчас вот мы с вами прям зайдем в эту прекрасную водичку, попробуем ее на то, насколько она прогрелась за этот день. Вчера температура воздуха была 20-21, по-моему. Не знаю, какая была температура воды. В общем, сейчас заценим. Да, вода достаточно холодная, но я думаю, к ней можно привыкнуть. Плюс-минус, наверное, такая же была зимой в Рио-де-Жанейро. Кстати, кто не видел выпуск с Рио-де-Жанейро, обязательно переходите по ссылочке. Вертушечка летает над океаном. Красота. Прям низко летит, большинство людей машут. Что, жена, как? Купаться можно, я думаю, сегодня, да? Да, сегодня гораздо лучше, а то мы искупаемся. Когда мы сказали друзьям, что мы поехали сюда, в Пеномар, искупаться в океане, все интересовались тем, какая будет вода. Так вот, друзья мои, вода действительно холодная, но я в ней искупался. Это терпимо, нормально. За счет того, что солнце очень хорошо светит и жарко, а может быть, за счет того, что я вчера сгорел сильно. Может быть, поэтому мне кажется, что она теплая. Но большинство людей купается, и, ну, видимо, им нормально. Ну, я вот сейчас сохну. Я бы сейчас с удовольствием еще раз повторно полез бы в воду с удовольствием, с великим. Мы сейчас находимся у отеля Астенде. Это первый отель, который построили в этом городе. Это, в принципе, одно из первых, наверное, зданий в этом городе. И здесь останавливался сам Экзюпери. Помните «Маленький принц»? Я думаю, все это читали. Сейчас мы побываем в нем. Отель Астенде известен своими легендами, мифами и историями. Он был очень популярным местом среди писателей и других великих персонажей. Это было место вдохновения классиков мировой литературы. И внутри отеля очень умело воссоздается тот колорит, колорит того времени. И одной из гордостей является как раз-таки пол отеля, который сохранился с 1913 года. Нам посчастливилось получить экскурсию по отелю с администратором, которая немного говорила по-английски и рассказывала нам о том, как они стараются привнести уют в это место. И показала нам ту самую комнату номер 51, в которой останавливался Антуан де Сен-Экзюпери. И по одной из легенд, именно в этой комнате он писал свои тексты. И как видите, здесь не было даже воды, поэтому просто был кувшин с такой чашей, в которой можно было умываться. Весь номер увешан разными рисунками. Конечно, рисунки все уже современные. Тех каких-то рисунков и рукописей не осталось, но сотрудники стараются привнести в эту комнату особый колорит. Мебель вся современная, просто она состарена и сделана в стиле, в духе того времени, чтобы также передать нам атмосферу. Эта атмосфера, она действительно чувствуется, весь воздух как будто пропитан этим волшебством. Ну и, конечно же, опять же, они говорят о том, что пол сохранился с тех времен, и хвастаются вот этими вырезками из газет, которые запечатляли события тех дней. Также в отеле очень красивый в целом интерьер, и администратор предложила нам пройти в ресторан, в котором сейчас постояльцы могут завтракать и обедать. Нам, к сожалению, не удалось этого сделать, потому что там определенные часы приема пищи, но там также очень атмосферно, и один из шкафов сохранился с тех самых времен, вот вы его видите сейчас. Сейчас это бар, где различные вина, бокалы. Далее администратор пригласила нас в кафетерий, кухня которого сохранилась с 1913 года. Здесь можно выпить кофе, попить чай, съесть какие-то бутерброды, может быть, даже приготовленные в печи, которые мы вам показали. А здесь конная полиция, вот они прогуливаются по вот этой центральной улочке на своих конях. Это так интересно выглядит. Оля! Видите, как такие полицейские должны быть. О, мне говорят, что я могу подойти. Оля, buenas tardes! О, что линдо! Можно? Можно? Да. Оля! 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 Ооо! Хорош! Их, нет! Я где? Я в Руссии. Руссии? Руссии, да. Очень классно. Очень классно. Роми мозг. Очень классно. Чао, спасибо. Чао, спасибо. Чао. Вот такая здесь полиция. Они видят, что ты идешь с камерой, подзывают тебе, говорят, иди, поснимай без проблем. Никто не против. Наоборот, с улыбкой. Рады приветствовать нас, поинтересовались, откуда мы. Мы им рассказывали, что мы из России. И он улыбнулся. Очень приятно, когда вот так все происходит. Город Пенамар – это небольшой городок, но при этом это один из главных туристических центров Аргентины. И здесь обширные пляжи и безумно красивые дюны с чистым песком. Причем пляжи протянули здесь более чем на 22 километра. И песчаные дюны, и хвойные леса вокруг них придают этому месту неповторимый вид. Решение о создании этого поселения было принято еще в начале 40-х годов прошлого века. И в 1941 году здесь посадили вот эти все красивые сосны, деревья, и началось строительство домов. 43-й год считается годом открытия, годом основания города. И здесь в то время был открыт самый первый общественный пляж. У города был особый, четкий архитектурный план, и принадлежал он известному архитектору Хосе Бунге. Для нас название города Пеномар оказалось очень красивым. Нам стало интересно изучить его историю. И мы узнали, что в переводе Пеномар означает «морские сосны». И так он назван в честь вот этих великолепных сосновых лесов, которые были высажены здесь более 70 лет назад. И на самом деле здесь очень много можно где погулять, есть различные тропы, и площадь леса составляет больше 15 квадратных миль. Ландшафт Пеномара идеально подходит и для бега, и для катания на горных велосипедах. И хочется отметить, что это достаточно спортивный город. Нам удалось узнать, что здесь развиты такие виды спорта, как гольф, теннис, и даже есть частные клубы регби, хоккея и верховой езды. Очень развито также пляжное поло и, конечно же, водные виды спорта, потому что здесь есть волны, и можно позаниматься и серфингом, и кайтсерфингом, и каякингом, ну и, конечно же, рыбалкой. Добраться до Пеномара можно не только на автобусе, но и на самолете. И ближайший международный аэропорт находится в соседнем городе Мардельплата. Это более крупный город, чем Пеномар, и расстояние до Мардельплата всего 128 километров. Также было интересно совсем недавно, прочитали статью в интернете о том, что так как сейчас пик туристического сезона и лета, на автобусе в Пеномар добраться даже дороже, чем лететь на самолете туда, представляете? Ребят, я решил проэкспериментировать и добавил отрезок видео, где мы будем просто с Настей гулять по этому прекрасному туристическому городку, показывая вам те или иные улочки приятные, как живут люди. Кстати, недвижимость в этом городке стоит от 100 тысяч долларов. Ну что-то более или менее нормальное можно взять в плане какой-то квартиры, однокомнатной за 100 тысяч долларов, либо какой-то домик можно, кстати, даже присмотреть, даже дешевле, чем 100 тысяч долларов, но скорее всего он будет так себе, его нужно будет еще ремонтировать и так далее, и так далее. Так вот, более или менее хорошие домики, которые мы вам будем показывать, они стоят в пределах где-то 200-250 тысяч долларов. Это будет кирпичный дом, такой в классическом, наверное, для меня это немецкий стиль, я не знаю, как его правильно называть. В общем, давайте погуляем и посмотрим. Для тех, кому неинтересны такие прогулки, в описании к этому видео будет тайм-код, по которому вы сможете перейти дальше и пропустить вот эти вот пешие прогулки. Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Маяк среди темноты Маяк и ян, это ты Маяк и ян, это ты Куда приводят мечты Маяк среди темноты Маяк и ян, это ты Ты дал мне знак, куда идти Ты мой маяк, что смог спасти К тебе на свет, сквозь темноту Я без тебя